Глава вторая. Озабоченный и серьезный проснулся Разумихин на другой день в восьмом часу. Много новых и непредвиденных недоумений очутилось вдруг у него в это утро. Он и не воображал прежде, что когда-нибудь так проснется. Он помнил до последних подробностей все вчерашнее и понимал, что с ним совершилось что-то необыденное, что он принял в себя одно доселе совсем неизвестное ему впечатление и непохожее на все прежнее. В то же время он ясно сознавал, что мечта, загоревшаяся в голове его, в высшей степени неосуществима. До того неосуществима, что ему даже стало стыдно ее. И он поскорее перешел к другим, более насущным заботам и недоумениям, оставшимся ему в наследство после растреклятого вчерашнего дня. Самым ужаснейшим воспоминанием его было то, как он оказался вчера низок и гадок. Не потому одному, что был пьян, а потому, что ругал перед девушкой, пользуясь ее положением, из глупо поспешной ревности ее жениха, не зная не только их взаимных между собой отношений и обязательств, но даже и человека-то не зная порядочное. Да и какое право имел он судить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал его в судьи? И разве может такое существо, как Авдотья Романна, отдаваться недостойному человеку за деньги? Стало быть, есть же и в нем достоинства. Номера? Да почему же он в самом деле мог узнать, что это такие номера? Ведь готовит же он квартиру. Фу, как это все низко! И что за оправдание, что он был пьян? Глупая отговорка, еще более его унижающая. В вине правда, и правда-то вот и вся и высказалась. То есть вся-то грязь его завистливого, грубого сердца высказалась. И разве позволительно хоть сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину? Кто он сравнительно с такою девушкой? Он, пьяный бурьян и вчерашний хвостун. Разве возможно такое циническое и смешное сопоставление? Разумихин отчаянно покраснел при этой мысли, и вдруг, как нарочно, в это же самое мгновение, ясно припомнилось ему, как он говорил им вчера, стоя на лестнице, что хозяйка приревнует его к Авдотье Романне. Это уж было невыносимо. Со всего размаху ударил он кулаком по кухонной печке, повредил себе руку и вышиб один кирпич. Конечно, пробормотал он про себя через минуту с каким-то чувством самоунижения. Конечно, всех этих пакостей не закрасить и не загладить теперь никогда. А стало быть, и думать об этом нечего, а потому явиться молча и исполнить свои обязанности. Тоже молча и не просить извинения и ничего не говорить, и уж, конечно, теперь все погибло. И однако ж, одеваясь, он осмотрел свой костюм тщательнее обыкновенного. Другого платья у него не было, а если бы было, он, быть может, и не надел бы его. Так нарочно бы не надел. Во всяком случае, циником и грязной унеряхой нельзя оставаться. Он не имеет права оскорблять чувства других, тем более, что те, другие, сами в нем нуждаются и сами зовут к себе. Платье свое он тщательно отчистил щеткой, белье же было на нем всегда сносное. На этот счет он был особенно чистоплотен. Вымылся он в это утро рачительно. У Настасии нашлось мыло, вымыл волосы, шею и особенно руки. Когда же дошло до вопроса, брить ли свою щетину или нет, у Прасковьи и Павловны имелись отличные бритвы, сохранившиеся еще после покойного господина Зарницына. То вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно. Пусть так и остается. Ну, как подумают, что я выбрился для... Да непременно же подумают. Да ни за что же на свете. И... И главное, он такой грубый, грязный, обращение у него трактирное, и... И, положим, он знает, что и он, ну, хоть немного, да порядушный же человек. Ну, так чем же тут гордиться, что порядочный человек? Всякий должен быть порядочный человек, да еще почище им. И все-таки, он помнит это, были и за ним такие делишки, не то чтоб уж бесчестные, ну да однако ж. А какие помышления-то были. И это все поставить рядом с Авдотьей Романной. Ну да черт, а пусть! Ну и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный. И наплевать, еще больше буду. На таких монологах застал его Зосимов, ночевавший в зале у Прасковьи Павловны. Он шел домой и, уходя, спешил заглянуть на больного. Разумихин донес ему, что тот спит, как сурок. Зосимов распорядился не будить, пока проснется. Сам же обещал зайти часу в одиннадцатом. «Если только он будет дома», – прибавил он. «Фу, черт, в своем больном невластен, лечи-поди. Не знаешь, он к тем пойдет, а ли те сюда придут». «Те, я думаю», – отвечал Разумихин, поняв цель вопроса. «И будут, конечно, про свои семейные дела говорить. Я уйду, ты, как доктор, разумеется, больше меня прав имеешь. Не духовник же и я. Приду и уйду, и без них много дел». «Беспокоит меня одно», – перебил нахмурясь Разумихин. «Вчера я с пьяну проболтался, ему дорогой идучи, о разных глупостях. О разных, между прочим, что ты боишься, будто он наклонен к помешательству». «Ты, да, мам, о том же вчера проболтался?» «Знаю, что глупо. Хошь бей. А что, вправду была у тебя какая-нибудь твердая мысль?» «Да здоров же, – говорю, – какая твердая мысль. Сам ты описал его, как мономана, когда меня к нему привел. Ну, а мы вчера еще жару поддали. Ты, то есть, этими рассказами-то о маляре-то. Хороший разговор, когда он, может, сам на этом с ума сошел. Кабы знал я в точности, что тогда в конторе произошло, и что там его какая-то каналья этим подозрением обидела. Не допустил бы я вчера такого разговора. Ведь эти мономаны из капли океан сделают, небы лицу в лицах наяву видят. Сколько я помню, вчера из этого рассказа Заметова мне половина дела выяснилась. Да что, я один случай знаю, как один ипохондрик, сорокалетний, не в состоянии, будучи переносить ежедневных насмешек за столом восьмилетнего мальчишки, зарезал его. А тут весь в лохмотьях, нахал квартальный, начинавшаяся болезнь и этакое подозрение иступленному-то ипохондрику. При тщеславии бешеном, исключительном, да тут, может, вся-то точка отправления болезни и сидит. — Ну да черт! А, кстати, этот Заметов и в самом деле милый мальчишка. Только напрасно он это все вчера рассказал. Болтушка ужасная. — Да кому же рассказал? Мне да тебе. — И Порфирию. — Так что ж, что Порфирию? — Кстати, имеешь ты какое-нибудь влияние на тех-то, на мать да сестру? Осторожнее бы с ним сегодня. — Сговорятся! — неохотно ответил Разумихин. — И чего он так на этого лужина? Человек с деньгами, ей кажется, непротивен. А ведь у них не шиша, а? — Да чего ты-то выпытываешь? — раздражительно крикнул Разумихин. — Почем я знаю, шиш или не шиша? Спроси сам, может, и узнаешь. — Фу, как ты глуп иногда! Вчерашний хмель сидит. До свидания. Поблагодаря от меня Просковью Павлу свою за ночлег. Заперлась. На мой бонжур сквозь двери не ответила. А сама в семь часов подняла, самовар ей через коридоры с кухни проносили. Я не удостоился лицезреть. Ровно в девять часов Разумихин явился в номера Бакалеева. Обе дамы ждали его давным-давно с истерическим нетерпением. Поднялись они часов семи или даже раньше. Он вошел пасмурный, как ночь, откланился неловко, за что тотчас же рассердился на себя, разумеется. Он рассчитал без хозяина. Пульхерия Александра так и бросилась к нему, схватил его за обе руки и чуть не поцеловал их. Он робко глянул на Авдотью Романну. Но и в этом надменном лице было в эту минуту такое выражение признательности и дружества, такое полное и неожиданное им уважение, вместо насмешливых-то взглядов и невольного худо скрываемого презрения, что ему уж право было бы легче, если бы встретили бранью, а то уж слишком стало конфузливо. К счастью, была готовая тема для разговора, и он поскорей за нее уцепился. Услышав, что еще не просыпался, но все отлично, Пульхерия Александра объявила, что это и к лучшему, потому что ей очень-очень-очень надо предварительно переговорить. Последовал вопрос о чае и приглашении пить вместе. Сами они еще не пили в ожидании Разумихина. Авдотья Романна позвонила, на зов явился грязный оборванец, и ему приказан был чай, который и был, наконец, сервирован, но так грязно и так неприлично, что дамам стало совестно. Разумихин энергически рвнул было номер, но, вспомнив про Лужина, замолчал, сконфузился и ужасно обрадовался, когда вопросы Пульхерия Александры посыпались, наконец, сряду без перерыва. Отвечая на них, он проговорил три четверти часа, беспрерывно прерываемый и переспрашиваемый, и успел передать все главнейшие и необходимейшие факты, какие только знал из последнего года жизни Родиона Романовича, заключив обстоятельным рассказом о болезни его. Он многое, впрочем, пропустил, что и надо было пропустить, между прочим, и о сцене в конторе со всеми последствиями. Рассказ его жадно слушали, но когда он думал, что уже кончил и удовлетворил своих слушательниц, то оказалось, что для них он как будто еще и не начинал. «Скажите, скажите мне, как вы думаете? Ах, извините, я еще до сих пор не знаю вашего имени!» Торопилась Пульхерия Александровна. «Дмитрий Прокофьевич!» «Так вот, Дмитрий Прокофьевич, я бы очень-очень хотела узнать, как вообще он глядит теперь на предметы. То есть, поймите меня, как бы это вам сказать, то есть, лучше сказать, что он любит и что не любит. Всегда ли он такой раздражительный? Какие у него желания и, так сказать, мечты, если можно? Что именно теперь имеет на него особенное влияние? Одним словом, я бы желала... «Ах, маменька, как же можно на это все так вдруг отвечать?» Заметила Дуня. «Ах, Боже мой, ведь я совсем-совсем не таким его ожидала встретить, Дмитрий Прокофьевич!» «Это уж очень естественно-с!» Отвечал Дмитрий Прокофьевич. «Матери у меня нет, ну а дядя каждый год сюда приезжает и почти каждый раз меня не узнает, даже снаружи. А человек умный, ну а в три года вашей разлуки много воды ушло. Да и что вам сказать, Полтора года Ярдиона знаю. Углюм, мрачен, надменен и горд. В последнее время, а может, гораздо прежде, мнителен и ипохондрик, великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать и, скорее, жестоко сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувственен да бесчеловечие. Браво! Точно в нем два противоположные характера поочередно сменяются. Ужасный иногда неразговорчив. Все ему некогда, все ему мешают, а сам лежит, ничего не делает. Не насмешлив. И не потому, чтобы остроты не хватало, а точно времени у него на такие пустяки не хватает. Не дослушивает, что говорят. Никогда не интересуется тем, чем все в данную минуту интересуются. Ужасно высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого права на то. Ну, что еще? Мне кажется, ваш приезд будет иметь на него спасительнейшее влияние. Ах, дай-то Бог! Скричала Пульхерия Александра, измученной отзывом Разумихина об ее роде. А Разумихин глянул, наконец, подробнее на Авдотью Романну. Он часто взглядывал на нее во время разговора, но бегло на один только миг и тотчас же отводил глаза. Авдотья Романна то садилась к столу и внимательно вслушивалась, то вставала опять и начинала ходить, по обыкновению своему из угла в угол, скрестив руки, сжав губы, изредка делая свой вопрос, не прерывая ходьбы, задумываясь. Она тоже имела обыкновение не дослушивать, что говорят. Одета она была в какое-то темненькое из легкой материи платье, а на шее был повязан белый прозрачный шарфик. По многим признакам Разумихин тотчас же заметил, что обстановка обеих женщин до крайности бедная. Будь Авдотья Романна одета как королева, то, кажется, он бы ее совсем не боялся. Теперь же, может, именно потому, что она так бедно одета, и что он заметил всю эту скаридную обстановку, в сердце его вселился страх, и он стал бояться за каждое слово свое, за каждый жест, и что было, конечно, стеснительно для человека и без того себе не доверявшего. Вы много сказали любопытного о характере брата и сказали беспристрастно. Это хорошо. Я думала, вы перед ним благоговеете, заметила Авдотья Романна с улыбкой. Кажется, и то верно, что возле него должна находиться женщина, прибавила она в раздумье. Я этого не говорил, а, впрочем, может быть, вы и в этом правы, только что? Ведь он никого не любит, может, и никогда не полюбит, отрезал Разумихин. То есть, не способен полюбить? А знаете, Авдотья Романна, вы сами ужасно как похожи на вашего брата, даже во всем, брякнул он вдруг для себя самого неожиданно, но тотчас же вспомнив о том, что сейчас говорил, ей же про брата покраснел как рак и ужасно сконфузился. Авдотья Романна не могла не рассмеяться на него, глядя. Насчет Руди вы оба можете ошибаться, подхватила несколько пикированная Пульхерия Александровна. Я не про теперешнее говорю, Дунечка, то, что пишет Петр Петрович в этом письме и что мы предполагали с тобой, может быть неправда, но вы вообразить не можете Дмитрий Прокович, как он фантастичен и, как бы это сказать, капризен. Его характеру я никогда не могла довериться, даже когда ему было только пятнадцать лет. Я уверена, что он и теперь вдруг что-нибудь может сделать с собой такое, чего ни один человек никогда и не подумает сделать. Да недалеко ходить. Известно ли вам, как он полтора года назад меня изумил, потряс и чуть совсем не уморил, когда вздумал было жениться на этой, как ее, на дочери этой Зорницыной, хозяйке его. «Знаете вы что-нибудь подробно об этой истории?» спросила Авдотья Романна. «Вы думаете, с жаром продолжала Пульхерия Александра, его бы остановили тогда мои слезы, мои просьбы, моя болезнь, моя смерть, может быть, тоски, наша нищета преспокойно бы перешагнул через все препятствия. А неужели он, неужели ж он нас не любит?» «Он ничего и никогда сам об этой истории со мной не говорил», осторожно отвечала Разумихин. «Но я кое-что слышал от самой госпожи Зорницыной, который тоже в своем роде не из раскащиц, и что слышал, то, пожалуй, несколько даже и странно». «А что, что вы слышали?» спросили разом обе женщины. «Впрочем, ничего такого слишком уж особенного. Узнал я только, что брак этот совсем уж слаженный и не состоявшийся лишь за смертью невесты был самой госпоже Зорницыной очень не по душе. Кроме того, говорят, невеста была собой даже нехороша, то есть, говорят, даже дурна, и такая хворая, и странная, а, впрочем, кажется, с некоторыми достоинствами. Непременно должны были быть какие-нибудь достоинства, иначе понять ничего нельзя. Приданного тоже никакого, да он на приданное не стал бы рассчитывать. Вообще в таком деле трудно судить. Я уверена, что она достойная была девушка, кротко заметила Авдотья Романна. Бог меня простит, а я таки порадовалась тогда ее смерти, хоть и не знаю, кто из них один другого погубил бы. Он ли ее или она его заключила Пульхерия Александровна. Затем осторожно с задержками и с беспрерывными взглядованиями на Дуню, что было то и очевидно неприятно, принялась опять расспрашивать о вчерашней сцене между Родей и Лужиным. Это происшествие, как видно, беспокоило ее более всего до страха и трепета. Разумихин пересказал все снова в подробности, но на этот раз прибавил и свое заключение. Он прямо обвинил Раскольникова в преднамеренном оскорблении Петра Петровича, на этот раз весьма мало извиняя его болезнью. Он еще до болезни это придумал, прибавил он. Я тоже так думаю, сказала Пульхерия Александра с убитым видом, но ее очень поразило, что о Петре Петровиче Разумихин выразился на этот раз так осторожно и даже как будто и с уважением. Поразило это и Авдотью Романну. Так вы вот какого мнения о Петре Петровиче? Не утерпела не спросить Пульхерия Александра. О будущем мужу вашей дочери я и не могу быть другого мнения. Твердый с жаром отвечал Разумихин. И не из одной пошлой вежливости это говорю, а потому, потому, ну, хоть потому одному, что Авдотья Романна сама добровольно удостоила выбрать этого человека. Если же я так поносил его вчера, то это потому, что вчера я был грязно пьян и еще безумен, да, безумен, без головы, сошел с ума совершенно и сегодня стыжусь того. Он покраснел и замолчал. Авдотья Романна вспыхнула, но не прервала молчание. Она не промолвила ни одного слова с той самой минуты, как заговорили о лужине. А между тем Пульхерия Александра без его поддержки, видимо, находилась в нерешимости. Наконец, запинаясь и беспрерывно посматривая на дочь, объявила, что ее чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство. «Видите, Дмитрий Прокофьевич», начала она, «я буду совершенно откровенно с Дмитрием Прокофьевичем, Дунечка». «Уж конечно, маменька», внушительно заметила Авдотья Романна. «Вот в чем дело», заторопилась так, как будто с нее гору сняли позволением сообщить свое горе. Сегодня очень рано мы получили от Петра Петровича записку в ответ на наше вчерашнее извещение о приезде. Видите, вчера он должен был встретить нас, как и обещал, в самом вокзале. Вместо того, в вокзал был прислан навстречу нам какой-то лакей с адресом этих номеров и чтобы нам показать дорогу, а Петр Петрович приказывал передать, что он прибудет к нам сюда сам сегодня поутру. Вместо того, пришла сегодня поутру от него вот эта записка. Лучше всего прочтите ее сами. Тут есть пункт, который очень меня беспокоит. Вы сейчас увидите сами какой-то пункт и скажете мне ваше откровенное мнение, Дмитрий Прокофьевич. Вы лучше всех знаете характер роди и лучше всех можете посоветовать. Предупреждаю вас, что Дунечка уже все разрешила с первого шагу, но я, я еще не знаю, как поступить, и все ждала вас. Разумихина развернул записку, помеченную вчерашним числом, и прочел следующее. Милостивая государыня Пульхерия Александровна, имею честь вас уведомить, что по происшедшим внезапным задержкам встретить вас у дебаркадера не мог, послав с той целью человека весьма расторопного. Равномерно лишу себя чести свидания с вами и завтра поутру по неотлагательным сенатским делам и чтобы не помешать родственному свиданию вашему с вашим сыном и Адотьи Романовны с ее братом. Буду же иметь честь посетить вас и откланяться вам в вашей квартире не иначе как завтрашний день ровно в восемь часов пополудни, причем осмеливаюсь присовокупить убедительную и прибавлю к тому настоятельную просьбу мою, чтобы при общем свидании нашем Родион Романович уже не присутствовал, так как он беспримерно и неучтиво обидел меня при вчерашнем посещении его в болезни и кроме того, имею лично к вам необходимое и обстоятельное объяснение по известному пункту, насчет коего желаю узнать ваше собственное истолкование. Имею честь при всем заранее предуведомить, что если вопреки просьбе встречу Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться, и тогда пеняйте уже на себя. Пишу же в том предположении, что Родион Романович, казавшийся при посещении моем столь больным, через два часа вдруг выздоровел, а стало быть, выходя со двора, может и к вам прибыть. Утвержден же в том собственными моими глазами в квартире одного разбитого лошадьми пьяницы от всего умершего, дочери которого девицы отъявленного поведения выдал вчера до 25 рублей под предлогом похорон, что весьма меня удивило, зная, при каких хлопотах собирали вы сию сумму. Причем, свидетельствуя мое особенное почтение уважаемой Авдоти Романни, прошу принять чувство почтительной преданности вашего покорного слуги П. Лужина. Что мне теперь делать, Дмитрий Прокофьевич? заговорила Пульхерия Александра, чуть не плача. Ну, как я предложу Роде не приходить? Он так настойчиво требовал вчера отказа Петру Петровичу, А тут его самого велят не принимать. Но он нарочно придет, как узнает. И что тогда будет? Поступите так, как решила Авдотья Романна. Спокойно и тотчас же отвечал разумихин. Ах, Боже мой, она говорит, она Бог знает, что говорит, и не объясняет мне цели. Она говорит, что лучше будет, то есть не то, что лучше, а для чего-то непременно будто бы надо, чтоб и Роде тоже нарочно пришел сегодня в восемь часов, и чтоб они непременно встретились. А я так и письма-то не хотела ему показывать, и как-нибудь хитростью сделать посредством вас, чтобы он не приходил, потому он такой раздражительный, да и ничего я не понимаю, какой там пьяница умер, и какая там дочь, и каким образом мог он отдать этой дочери все последние деньги, которые... которые так дорого нам достались, маменька, прибавила Авдотья Романна. Он был не в себе вчера, задумчиво проговорил Разумихин. Если бы вы знали, что он там наговорил вчера в трактире, хоть и умно, о каком-то покойнике и о какой-то девице, он действительно мне что-то говорил вчера, когда мы шли домой, но я не понял ни слова, а, впрочем, и я сам вчера. Лучше всего, маменька, пойдемте к нему сами, и там, уверяю вас, сразу увидим, что делать. Да к тому же пора. Господи, одиннадцатый час! Вскрикнула она, взглянув на свои великолепные золотые часы с эмалью, висевшие у ней на шее на тоненькой венецианской цепочке и ужасно не гармонировавшие с остальным нарядом. Женихов подарок, подумал Разумихин. Ах, пора, пора, Дунечка, пора! Тревожно засуетилась Пульхерия Александровна. Еще подумает, что мы со вчерашнего сердимся, что так долго не идем. Ах, боже мой! Говоря это, она суетливо набрасывала на себя мантелью и надевала шляпку. Дунечка тоже оделась. Перчатки на ней были не только заношенные, но даже изодранные, что заметил Разумихин. А между тем эта явная бедность костюма даже придавала обеим дамам вид какого-то особенного достоинства, что всегда бывает с теми, кто умеет носить бедные платья. Разумихин с благоговением смотрел на Дунечку и говорил, что поведет ее. «Ты королева!» думал он про себя, которая чинила свои чулки в тюрьме. Уже, конечно, в ту минуту смотрела настоящую королеву и даже более чем во время самых пышных торжеств и выходов. «Боже мой!» воскликнула Пульхерия Александра. «Думала ли я, что буду бояться свидания с сыном, с моим милым, милым родей? Как теперь боюсь!» «Я боюсь, Дмитрий Прокофьевич!» прибавила она робко, взглянув на него. «Не бойтесь, маменька!» сказала Дуня, целуя ее. «Лучше верьте в него! Я верю!» «Ах, Боже мой! Я верю тоже! А всю ночь не спала!» вскричала бедная женщина. Они вышли на улицу. «Знаешь, Дунечка, как только я к утру немного заснула, мне вдруг приснилась покойница Марфа Петровна и вся вбел. Подошла ко мне, взяла за руку, а сама головой качает на меня и так строго как будто осуждает. К добру ли это? Ах, Боже мой, Дмитрий Прокофьевич, вы еще не знаете, Марфа Петровна умерла?» «Нет, не знаю, какая Марфа Петровна?» «Скоропостижно! И представьте себе!» «После маменька», вмешалась Дуня, «Ведь они еще не знают, кто такая Марфа Петровна». «Ах, не знаете, а я думал, вам все уже известно. Вы мне простите, Дмитрий Прокофьевич, у меня в эти дни просто ум за разум заходит. Право, я вас считаю как бы за провидение наше, а потому так и убеждена была, что вам уже все известно. Я вас как за родного считаю. Не осердитесь, что так говорю. Ах, боже мой, что это у вас правая рука? Ушибли? Да, ушиб, пробормотал осчастливленный Разумихин. Я иногда слишком уж от сердца говорю, так что Дуня меня поправляет. Но, боже мой, в какой он коморке живет, проснулся ли он однако, и эта женщина, хозяйка его, считает это за комнату. Послушайте, вы говорите, он не любит сердце выказывать, так что я, может быть, ему и надоем моими слабостями. Не научите ли вы меня, Дмитрий Прокофьевич, как мне с ним? Я, знаете, совсем как потерянное хожу. Не расспрашивайте его очень о чем-нибудь, если увидите, что он морщится. Особенно про здоровье. Очень не расспрашивайте, не любит. Ах, Дмитрий Прокофьевич, как тяжело быть матерью. Но вот и эта лестница, какая ужасная лестница. Мамаша, вы даже бледны, успокойтесь, голубчик мой, сказала Дуня, ласкаясь к ней. Он еще должен быть счастлив, что вас видит, а вы так себя мучите, прибавила она, сверкнув глазами. Постойте, я загляну вперед, проснулся ли? Дамы потихоньку пошли за отправившимся по лестнице вперед Разумихиным. И когда уже поравнялись в четвертом этаже с хозяйкиной дверью, то заметили, что хозяйкина дверь отворена на маленькую щелочку, и что два быстрые черные глаза рассматривают их обеих из темноты. Когда же взгляды встретились, то дверь вдруг захлопнулась и с таким стуком, что Пульхерия Александра чуть не вскрикнула от испуга.